Добрый день, друзья! Сегодня хочу дать еще одну подсказку для тех, кто тренируется. Именно для тех, кто занимается инфодайвингом, потому что тренировки бывают разные. И очень часто инфодайвинг путают с гипнозом, еще с какими-то направлениями медитативных практик. Медитация предполагает, что вы грузитесь под чей-то голос, под музыку, под какие-то звуки, гонги, вибрации и так далее. Так вот, господа, это все внешнее. Это все внешнее. И это все увлекает вас во внешнюю игру. Во внешней игре есть такое же отражение вас, как и внутри. И вам кажется, что вы уходите вглубь себя. На самом деле вы уходите все глубже в сон. То есть реальность на самом деле, вот когда вы здесь бодрствуете, на самом деле в вашем подсознании, ваше подсознание спит. Когда вы здесь спите, ваше подсознание бодрствует. Все наоборот. И когда вы грузитесь, уходите в себя под музыку, под звуки, под вибрации, под все то, что вас включает во внешнюю игру, вы не пробуждаетесь. Это как вой сирены, которая говорит «Спи, спи, спи, спи». Пробуждение не наступает, и вы все глубже и глубже уходите во внешнюю игру. Игра может называться «Духовное просветление», или «Поиск себя настоящего», или «Духовная практика», или «Я тренируюсь», или «Или». И это все игра, 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 в которой вы не приходите к себе настоящему и к себе искреннему. Именно поэтому мы всегда делаем акцент. Все тренировки должны быть в полной тишине. Ничто не должно вас возвращать в объективную реальность. Вы уходите на территорию субъективного. Вы уходите в себя, в себя настоящего, в себя искреннего. И вы устанавливаете гармонию именно в себе. Поэтому медитации, установки, программы и так далее, которые сейчас просто в огромном количестве предлагаются Ютубом, пожалуйста, выкиньте. Если вы действительно хотите идти за объективной информацией. Потому что чем глубже вы уходите в эти же гипнотические состояния, но в переотражение во внешние, тем менее объективной будет у вас информация, тем меньше шанс у вас поправиться, тем больше вы вовлекаетесь во внешнюю игру. Просто попробуйте это понять или осознать. Есть реальность, есть ее зеркальное переотражение в подсознании. Есть ваш внутренний мир и есть внешняя игра. И чем больше вы уходите во внешнюю игру, тем больше вы засыпаете и уходите из своего внутреннего мира. Но это просто. И вам кажется, я же углубляюсь в себя. Но на самом деле вы углубляетесь вовне. Когда вас беспокоят звуки, мерцание, видение. Сейчас очень модно разные майнд-машины и так далее. Это все, при всем том, что называется в себя, это все вовне. И когда речь идет о глубинах подсознания, на самом деле вы приходите и видите через стекло все то, что вы можете проживать, чувствовать и действительно иметь доступ и корректировать, если вы пойдете четко, правильно в себя, без всяких вспомогательных элементов. И никакие психоактивные вещества здесь не помощники. Наоборот, враги. Это все внешнее. А надо идти вовнутрь. Вовнутрь есть только один путь. Полное естественное расслабление, чувствование себя, чувствование своего внутреннего мира и погружение, искреннее погружение в себя. И тогда есть шанс прийти к себе настоящему, без страха, без боли. И тогда есть шанс увидеть изнанку, обратную сторону реальности и осознать, что эта реальность строится из состояния любви и счастья. Это на самом деле великолепная игра, в которой ваша психика может абсолютно все. Просто надо туда правильно идти. Продолжение следует...